Друзья, мир всем! Сегодня мы пришли в один интересный домик. Сегодня я хотел рассказать историю нашего переезда. Думаю, что это интересная история, тем более наши подписчики просили поделиться. Собственно, здесь все очень просто. Мы жили в городе, город Новосибирск, и однажды пришел такой момент, когда ты пересматриваешь свою жизнь и решаешься на что-то новое. Жизнь была однообразная, работа, квартира съемная, ничего нам интересного не светило. И мы, однажды поразмыслив, решили переехать в деревню. Почему именно в эту деревню? Во-первых, это деревня моя малая родина, то есть мы вернулись к корням. Это деревня, православная деревня, то есть это та деревня, которую я восстанавливал в том числе, когда был маленький, участвовал в восстановлении. Здесь живут мои родители, здесь мой брат жил, родственники были. Поэтому, естественно, мы долго не выбирали, естественно, приехали сразу сюда, потому что это то место, где я вырос. Вырос, то есть на летних и зимних каникулах мы постоянно приезжали в эту деревню, деревню Алтайского края, поселок Потеряевка, Мамонтовский район. Летом мы были здесь в деревне, то есть жили мы в Новосибирске. Соответственно, для нас это стало такой своеобразной небольшой родиной маленькой. Все началось с того, что 7 октября, это у нас памятная дата, когда я приехал сюда с небольшим грузовичком последних вещей. И супруга уже с одним ребенком беременная, ей уже было вот-вот родить срок подходил. Значит, они уже были здесь, они вперед приехали. И стал выбор, где жить, потому что время было октябрь, то есть впереди зима. В этой деревне было два подходящих домика. Мы сначала рассмотрели один вариант, который нам ну как бы понравился, потому что там была русская печка. Вот, но там нужно было переделывать пол, там что-то утеплять, там не было как-то рака. Ну, короче, там много было делов побочных, которых я бы, наверное, не успел сделать уже к зиме. Этот дом был единственный дом, который был больше всего готов к тому, чтобы зайти и жить. Ну, предварительно сделав какой-то косметический ремонт, что я и сделал. Вот, когда мы зашли туда, то есть я там все покрасил, что-то там подделал. Это двухэтажный дом, значит, материал у него засыпной опилки внутри, засыпушка такая. Вот, ну и, собственно, что-то там досками оббит. Сейчас посмотрим, есть второй этаж, есть первый этаж, есть печка. Вот и все, что нужно было. Это веранда. Здесь, когда мы переехали, я сразу сделал окна, потому что окон здесь не было. Я люблю свет, чтобы было больше света. Ну, как-то сразу более так и жизненно, радостно что ли становится, когда светит солнце туда. На веранде у нас, то есть это холодная веранда, здесь был дровник, какие-то там вещи, стол такой, что-то можно было вынести на улицу. Поскольку дом был засыпной, и в первый год, когда мы приехали, мы ходили на полу даже босиком. То есть это как бы показатель тепла, да, что не было холодно. То есть потом, когда мы стали жить, по всей видимости, в этих стенах, в которых находятся опилки, завелись мышки, стали грызти, стало холодно. И тут что-то надо было кардинально менять. Конечно, я этого не делал, потому что это уже прям грандиозная была бы стройка. Я занимался своей стройкой. Вот максимум, что я сделал, это пеноплексом утеплил стороны некоторые. То есть вот под окнами вот такой поясок сделал. Подводили, значит, варенку получше сделали. Ну, как-то постарались утеплиться, чтобы было как-то сохранить тепло, потому что в конце концов дом каждый год становился все холоднее и холоднее. Вот уже 31 декабря в этом году будет как два года назад мы отсюда съехали. Вовнутрь мы не попадем. Дом мы передали уже, ну, как бы, ключи собственнику этого дома. Туда уже не будем заходить. А так мы в этом доме прожили пять зим. Соответственно, ну, мы видим, да, тут немножко подразрушилось, потому что за всем нужно следить. Когда дом стоит один и за ним не следят, естественно, он разрушается. Птички тут вот поклевывают и так далее. Любая вещь, все приходит в негодность. Вот в том углу мы видим, это у нас углярка была, сараечка. Значит, здесь открытая сарайка и вот в этой половине, то есть это тоже бывшая времянка. Люди начинали жить здесь. Я сделал свой первый крольчатник. Пожалуй, первый, единственный. Вот. Посмотрел в интернете. Пытался туда зайти, но, к сожалению, там уже дверь осела, что я ее даже открыть не могу. Вот здесь у нас курятник был. Крольчатник на четыре крольчихи. Вот. То есть, конечно, все в таком страшном состоянии, как бы, да, но, поверьте мне, был большой, огромный был энтузиазм, когда мы сюда приехали. Было настолько интересно, вот, что мы были полны, как бы, энергии. Вот. Что было здесь? Вот в этом углу здесь была кленовая, ну, заросль такая, как бы, не то чтобы роща, но тут клены росли. И тут была мусорка. Вот. Соответственно, я все это выпилил. Мы расчистили мусорку и в этом углу сделали огород. Огородили его. И вот мы видим, собственно, огород пока еще в таком состоянии . Открыть я его, к сожалению, тоже не могу. Ну, нет, смотри, даже открыл. Тут, конечно, растет крапива. Значит, когда мы все расчистили, поскольку земля здесь отдыхала много лет, и когда мы все посадили, первый год у нас тут просто буйство было растений, потому что, ну, отдохнувшая земля. Тут вот такие вот были помидоры. Ну, конечно, не такие, но было все очень прям, хороший был урожай. Вот тут видим, тоже забор упал у нас. В принципе, вот такой небольшой участок, вот туда еще подальше, и даже здесь мы и морковку, и капусту, ну, много что выращивали. Вот можно задаться вопросом, а что это такое вообще, да, какой-то чистокол небольшой тут камни. Значит, это я так красиво сделал. Что нужно было для счастья нам? Значит, понятно, мы въехали в дом, там не было какого-то центрального водоотведения, там канализация какая-то, то есть есть раковина, есть ведро. Вот, и ты это ведро постоянно вот, оно наполнилось, сюда выливаешь. Соответственно, туалет, туалет милости просим на улице. Вот. И даже, говорю, несмотря на такие неудобства, мы провели воду, значит, через дорогу в соседний колодец. Вот, мы пользовались им, брали воду оттуда. В летний период я потом только, наверное, через год прокопал шланг, вот, и в летний период мы воду набирали по шлангу. Зимой у меня были санки, у меня были фляжки, и я ездил, набирал воду. В доме стояла 200-литровая бочка. Сначала наливаю эту бочку, а уже из бочки, ну, там, супруга, я там, кто, воду уже расходуют. И даже, даже, у нас была стиральная машина, вот, которую мы очень по-хитрому сделали, мы ее обманули. То есть у нас давление-то маленькое было, она была подключена не сзади, а спереди. Шланг шел с водой, наливался в отверстие, где закладывается порошок. Вот так мы жили и так начинали. Вот так выглядит наш дом. Конечно, очень такой интересный момент, то, что в Одессе такая кленовая, ну, как бы рощица. Хотя, ну, вроде, как бы романтично, но на самом деле она затемняет, и клен это вообще как зараза, то есть от него надо избавляться. То есть, по идее, если бы мы, это был бы наш участок, пришлось бы все это выпиливать, вот, и, ну, что-то тут делать нормально. Значит, что это за куча дров? Когда мы приехали сюда, вот видите, какая крона, да, красиво. Значит, когда приехали сюда, тут стоял сарай. Вот сарай от хозяина, который построил этот дом. Но, как я уже говорил, за всем нужно следить. И если нету хозяина постоянного, все приходит в негодность. И в один прекрасный момент, когда мы здесь жили, этот сарай просто сложился, вот в такую большую кучу. Ну, а я даже успел им немного попользоваться, у меня тут с самого начала, ну, какое-то время буквально с свиноматкой, я когда приехал, мне подарили свинью, вот, и она, по-моему, пожила у меня тут чуть-чуть. Вот, что мы потом дальше сделали? Значит, тут я увидел, значит, сетку, частично разрушенную, вот, значит, нашел тоже, и сделал такой козлятник. Литочка тут. Все. Было настолько интересно все делать, то есть, я себя ощущал ромбинзоном, потому что сделать это вот расселить тому, что как ты на острове, там, и ты вот что-то делаешь из чего-то там, из подручных материалов, ну, как бы себе жизнь устраиваешь, было очень интересно. Вставал рано, и когда вечером ложился, было огромное ощущение, думаю, когда же наступит завтрашний день, чтобы продолжить осуществлять свои планы дальше. Вот здесь у нас бегали козы. Ну, почему козы? Мы как-то решили, вот, именно коз завести, по многим причинам. Вот, по крайней мере, начать с них. Мы люди городские, опыта было мало. Вот, что за островок здесь, здесь у меня жила собака. Потом, когда у нас появилась собака, мы вот, я ее держал здесь. Вот так вот, закрывал ее тут, там будка стояла. А вот этот домик, вот эту сарайку, это я уже построил сам. То есть, ну, с помощниками. Это у нас такой летний козлятник, где были козы. Потому что потом их появилась уже не одна, не две, там побольше. И тут надо было, значит, здесь вот доильный станок у меня был. Вот, доили здесь коз. Здесь, значит, тоже клеточка была. Ну, и тут, в общем, дверка там разделял, там, одних коз здесь, других там, в общем. В общем, вот так. Вот эта сарайка, она еще живая. Потому что она относительно свежая. Ее мы закроем, чтобы ветер не приполыл. Значит, у нас помимо коз еще были бараны. Мы тоже, когда сюда переехали, нам подарили баранов. Вот, они тут тоже бегали. А здесь у нас жили поросята. Значит, с чего все начиналось, да? Вот, по-моему, три поросенка было сначала, потом побольше. А вот там, вы видите, куча. Это была старая, такая, летняя сараечка. Тоже, вот. Ну, и, естественно, при мне она еще дюжила. Я там как-то ее поддерживал. Вот. Ну, а как бы нас не стало, все, соответственно, она сложилась. Как и, ну, предполагалось. То есть, когда не следишь за вещью, за какой-то, все приходит негодность. Итак, если подвести итоги, мы прожили пять зим. В этом доме. Когда мы приехали сюда, что-то сделали, что-то облагородили. Даже несмотря на вот такие виды, знаете, ну, не очень такие, да? Привлекательные, на первый взгляд. Но было огромное желание построить наше светлое будущее. Вот. То есть, а для этого нужно было потерпеть, набраться терпения, пережить вот это время, когда, там, ты где туалет на улице, там, как-то ты воду набираешь во фляжках. То есть, да, это не очень удобно, мы привыкли комфортно все. Вот. Но стоило потерпеть. Вот. Хозяйство развивалось. В этом доме, слава Богу, у нас родилось трое детей. Двое, получается, мы с первым приехали. Вот. И потом, потом мы уже переехали уже в новый дом. Где уже и вода сама набиралась, где уже и слив был, и унитаз дома. То есть, вот. Но, несмотря ни на что, две составляющие, которые нас поддерживали. То есть, это огромное желание. Огромное желание. Вот. И терпение, и смелость. Вот. Ну, даже, как бы, желание и смелость. Потому что, если у тебя не будет желания, и тебя силы заставят переехать в деревню, то, наверное, как-то тяжело будет. Или вообще человек не сможет. Вот. Будет какая-то, может быть, эйфория. А потом она пройдет, и все. И ты потеряешь, ну, не знаю, последнюю надежду, там, или радость какую-то от жизни. Вот. Ну, у нас было огромное желание. Вот. И дело даже не в деньгах. Но если у человека есть деньги, конечно, они помогут начать. Начать хозяйство свое, начать новую жизнь. Им очень хорошо помогут. Но, в первую очередь, я говорю, если будет много денег, но не будет желания, тебе это не поможет вообще. Ну, и смелость. Конечно. Смелость именно, вот, приехать, да, вот, в такой лес, и тут что-то начать. Хотя, в принципе, это деревня, где уже было электричество, где уже все, и вода есть. То есть, ну, для многих, конечно, это покажется страшным. Вот. Но это уже такая уже серьезная цивилизация. Вот. Это не тайга, где просто землянка там и вокруг лес, медведи и волки. Вот. Так что жизнь мы начали. Ну, слава Богу, прожили здесь. Вот. Будут новые люди приедут. Соответственно, может быть, кто-то, кто-то, может быть, после нас будет здесь жить. Ну, соответственно, этот дом сейчас нуждается в серьезном ремонте. Вот. Чтобы начать жить здесь. Потому что, ну, много лет прошло уже, и уже два года мы не живем. Все нуждается в ремонте, как бы, в поддержке. Ну, а мы, а мы будем жить дальше. Вот. Всего доброго. До новых встреч, нового видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях, и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.